МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости телеканала Видное ТВ. Сегодня в выпуске вы увидите... Какова судьба детского сада «Малыш» на улице Гаевского? У меня внуки должны были сюда пойти, записали сюда в 17-м году. Что думают дети о питании в школьных столовых? Я бы добавила что-нибудь сладенькое, потому что за день обучения в школу иногда очень сильно не хватает сахара в крови. На трассе «Казачий дозор» состоялось первенство по мотогонкам на кубок Владимира Золотарева. Четвертый раз мы сегодня проводим гонку первенства на кубок памяти заслуженного тренера, человека, сделавшего действительно историю в мотоспорте. Окруженный школами, но одинокий. Недостроенный детский сад «Малыш» на улице Гаевского. Местные жители, давно обеспокоенные непростой ситуацией с дошкольными учреждениями в Видном, решили выяснить, почему здание пустует уже четвертый год. За ответами они обратились в управление образования муниципалитета и к депутатам. На месте событий побывала наша съемочная группа. Судьба детского сада «Малыш» на улице Гаевского долго оставалась неизвестной. Его реконструкцию планировалось завершить еще во втором квартале 2017 года. Но на дворе уже 2021-й, а детский сад остается заброшенным. Стройка здесь замерла. Мы здесь собрались в первую очередь для прояснения вот этой вот картины, что и как планируется, когда будет этот сад достроен, потому что он очень нужен. Для прояснения ситуации члены общества многодетных семей и местные жители встретились с представителями управления образования муниципалитета и депутатами. Видновчане смогли не только задать тревожащие души вопросы, но и поделиться проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Сегодня лично взяла лазерный метр и измерила группу игровой зоны. Он составляет 45 квадратных метров. Постоянная посещаемость, вот средняя, это можно по табеле учета проверить, 30 человек в группе. 11 января после каникул вышло 36, потом вышло еще двое, соответственно 38, а потом все дружно заболели, потому что СанПИН не соблюдается. Максимум в этой группе может находиться 22 человека. У меня внуки должны были сюда пойти, записали сюда в 17-м году. И пошли вон туда, а живу я вот. Без ответа никто не остался. По главному вопросу встречи все точки над «и» были расставлены сразу. Садику – быть. Деньги на его реконструкцию уже заложены в бюджет муниципалитета на нынешний год. Задача наша следующая, чтобы была произведена работа по благоустройству детского сада, а эти работы включены, я проверила. Работы по устройству новых игровых площадок. Устройство, значит, у нас будет корректировка, там с фасадом небольшой проводятся работы, с кровлей. И важно, что в полном объеме включены работы по ремонту внутри детском саду. Обсудили и проблему нехватки мест в видновских детских садах. Присутствующих заверили, этим вопросом уже давно и серьезно занимается администрация муниципалитета. Конечно, потребность в местах есть в связи с такой большой даже личной застройкой. Но строительство ведется детских садов. В этом году у нас открыто два дошкольных здания детского сада номер 45 «Сказка». Мы даже можем предлагать как альтернативу места в поселке Развилка тем детям, которые в городе видны, не получили места в связи с тем, что они места закончились и отсутствуют на данный момент. На сегодняшний день в Ленинском округе функционирует 33 детских сада. 13 из них в Видном. И вскоре их станет больше. Помимо этого на территории муниципалитета организовано пять дошкольных групп при общеобразовательных школах. В Подмосковье стартовал опрос детей о качестве школьного питания под названием «Детские ревизоры в школьной столовой». Таким образом, организаторы решили узнать, как учащиеся оценивают обновленное меню и что бы хотели в нем изменить. Наша съемочная группа посетила несколько школ муниципалитета и узнала, нравится ли ребятам питаться в столовых. За последний год в сфере школьного питания многое изменилось. Было введено новое меню, единое для всех школ. Значительно усилен общественный контроль качества. Так теперь родители в любой день могут записаться на дегустацию завтраков и обедов и лично оценить, как кормит их ребенка. Я уже не первый раз участвую в такой дегустации. И со слов своего ребенка от себя лично хочу сказать, что замечательные повара работают, коллектив прекрасный, готовят всегда вкусно, всегда разнообразное меню, всегда свежие продукты. Чтобы узнать, что именно ребятам нравится в обновленных завтраках и обедах и что бы они хотели изменить, был запущен онлайн-опрос детский ревизора в школьной столовой. Детям предлагается ответить на 15 вопросов о любимых и нелюбимых блюдах, качестве питания и обслуживания. Мы решили поинтересоваться у видновских школьников, как им новое меню. Тут, в общем, всегда вкусно дают, много всего. Так, а расскажи, твои любимые блюда какие? Ну, макароны с сосиской, как сейчас, и каша. Гречка, компот, сосиски, макароны, все нравится. Столовая еда очень вкусная. Так, какие твои любимые блюда? Мои любимые блюда практически все. Ну, вот самая-самая есть? Нет. Коплетка куриная. А еще? Борщ. Борщ и разные речки с мясом. Мне не очень нравится еда в столовой, так как мне нравится больше всего домашняя еда. Тут еда полезная, питательная, а нам для спорта нужна хорошая еда, и тут как раз-таки есть хорошая еда. Нам тут дают яблоки, фрукты. Мне нравится гороховый суп. А каши любишь? Каши, да, люблю. На обед чаще всего что дают? Суп, компот и хлеб. На завтрак бывают там каши всякие, запеканки. И на самом деле каждый день приходишь в столовую и радуешься, что ты новенький, очень часто встречается, и прямо всегда вкусно. Я даже ем тут печенку, которую не ем у мамы. Такая вкусная? Да. Мои любимые блюда на обед – это тушеная капуста и куриный суп. Да. А есть такие блюда, которые ты не будешь есть? К сожалению, нет. Они все вкусные в нашей столовой. Спросили мы у ребят и о нелюбимых блюдах в школьных столовых, а также о том, что бы они добавили в меню. Вот, например, макароны. Макароны не ешь. Так, ну ты и дома их не ешь. Или тут просто плохо? Ну, тут просто какие-то не очень. Каша рисовая. Не нравится. Нам не нравится, я ее не ем на завтрак. Я бы добавила что-нибудь сладенького, потому что за день обучения школы иногда очень сильно не хватает сахара в крови. В меню я бы добавила какие-нибудь сладкие десерты, наподобие мини-тортиков, я не знаю, чизкейков. У нас вряд ли такое будет, но я бы хотела добавить. Все опрошенные ребята подтвердили, что еда всегда подается теплой. К чистоте приборов и школьной столовой претензий нет. Всегда все чистое. Дежурные следят за этим. Все всегда на высшем уровне. Еда горячая, тарелки чистые и приборы всегда есть. У нас все время горячая еда и теплая. Ну а если ваши дети еще не поделились своим мнением о школьном питании, принять участие в опросе детских ревизоров школьной столовой можно до 24 февраля включительно. Он размещен на школьном портале Московской области и на официальных страницах в социальных сетях у полномоченного по правам ребенка в Московской области. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно-это. 11 февраля 2021 года в Южной поликлинике, которая находится по адресу рабочий поселок Дрожжино, улица Новое шоссе, дом 10, корпус 1, кабинет 236, состоится донорская акция. Желающие могут сдать кровь для нужд Видновской районной клинической больницы с 9 до 12 часов. Участниками акции могут стать совершеннолетние, при себе иметь паспорт. Врачи рекомендуют накануне сдачи крови или ее компонентов пить больше жидкости, исключить из рациона жирные блюда и острые продукты. Также медики советуют хорошо выспаться. Натощак сдавать донорскую кровь не нужно. Обретая мастерство, выставка картин под таким названием открылась в Видном. Почти 20 полотен молодого художника Ивана Дробышева украсили конференц-зал Центральной библиотеки. Наша съемочная группа поздравила автора с дебютной экспозицией. Ивана Дробышева у всего 26, но молодого художника сегодня уже поздравляют с открытием его первой персональной выставки. Площадкой для экспозиции стал конференц-зал Центральной районной библиотеки. Что-то где-то видел, что-то где-то понравилось, что-то где-то запомнил и попытался воспроизвести. Почти два десятка картин, и все они датированы 2020 годом. Именно тогда, после долгого перерыва, а в детстве Иван учился в художественной школе, молодой человек вновь взял в руки кисть. Долгие месяцы пандемии оказались для художника очень плодотворными. Надо брать пример с Ивана, потому что человек не сидит в телефоне, не смотрит телевизор, а вдохновляется поездками, картинами других художников и творит вот такие потрясающие вещи. Лавандовые поля итальянского Прованса, романтичные мосты Вероны, Крым и Кавказ. Автор путешествует по разным странам и континентам. На полотнах запечатлены пейзажи, цветы, горы, замки. Любимая авторская техника – масло, но есть и работы гуашью, цветными карандашами. По словам Ивана Дробышева, он только начинает свой путь в искусстве. Художник поделился с нами своими планами. В идеале хотелось бы, конечно, начать обучение. Ну, что-то уже более-менее профессиональное, не только, то есть своего опыта. Хочется снова пойти на какие-нибудь там курсы художественные, чтобы продвигать свои знания дальше. Живописные полотна нашли отлик у посетителей экспозиции. Очень атмосферные картины. То есть на каждую хочется отдельно уделить внимание. Вот когда Ваня рассказывает, действительно кажется, какая-то маленькая история. Это очень здорово, мне кажется, когда художнику получилось донести именно ту атмосферу, которую он изначально представлял, когда рисовал. Выставка продлится целый месяц. Познакомиться с творчеством Ивана Дробышева может каждый желающий. Двери библиотеки всегда открыты. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно-ТВ. Уже в четвертый раз на трассе «Казачий дозор» состоялось первенство по мотогонкам на кубок Владимира Золотарева. Оно проводится под эгидой областной федерации технических и военно-прикладных видов спорта. Более 80 гонщиков со всей страны собрались, чтобы принять участие в заездах и почтить память легендарного спортсмена и тренера. Побывала на трассе и наша съемочная группа. Трасса «Казачий дозор» – популярное место у любителей технических видов спорта. Последний раз гонки здесь проводились на Рождество. Нынешние состязания особенные, так как посвящены памяти легендарного спортсмена и тренера Владимира Золотарева. Четвертый раз мы сегодня проводим гонку первенства на кубок памяти заслуженного тренера, человека, сделавшего действительно историю в мотоспорте, выпустившего в свет очень большую плеяду гонщиков, воспитавший огромное количество спортсменов. Владимир Николаевич Золотарев, мы все его помним, чтим. Я хочу всем пожелать, чтобы сегодня никто не замерз, благо погода позволяет двигаться побыстрее, поэтому начнем. Кубок памяти Владимира Золотарева сразу стал всероссийским. В этот раз, к сожалению, многие спортсмены не приехали. Кто-то опасается коронавируса, кто-то слишком холодной погоды. Тем не менее, на трассе было порядка 80 участников. Ребята с Ярославля сегодня приехали, с Боровичей приехали, Ну вот я еще раз, с Владимира сегодня приехали, как бы к Ковровчане не приехали, и еще команда там Владимирская не смогла. А так, как бы, ну и, соответственно, вся Московская область, Москва, Московская область здесь. Андрей Гришин приехал из Серпухова вместе с командой «Авантис». Он стал победителем одной из гонок. По мнению спортсмена, главное – настрой на победу, тогда любые преграды и сложности нипочем. Трасса отлично, погода немножко холодно, в целом все путем. Организация молодцы, все понравилось, все хорошо. Ну, в этом заезде трудно было или все-таки? Ну, я ехал своим темпом. Мне никто не мешал, я никому не мешался, все путем. Спортсмены соревновались в восьми классах в личном зачете и в трех – в командном. Отличительной чертой этих соревнований является то, что в них участвует большое количество молодежи и детей. У моего друга, он тоже занимается в три года примерно, и он мне предложил тоже заниматься. Ну, спорт-то опасный. Как себя уверенно чувствуешь? Всего полтора года вроде занимаешься? Да, достаточно уверенно. Также стоит отметить, что в гонках принимают участие несколько представителей из прекрасного пола. Причем едут они не в каких-то особых заездах, но равных с парнями. Я занимаюсь этим спортом три года. Ну, мне понравилось, как папа ездит, и поэтому я тоже захотел. Этим видом спорта могут как и девушки заниматься, так и мальчики. Ну, как бы мне нравится. Ну, а не страшно на трассе? Нет, не страшно. Рев моторов, хорошая компания, азарт и страсти. Что еще нужно, чтобы с пользой и интересно провести выходные? Максим Козлов, Александр Блогинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.